Чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр, именитые борцы, уже проводили мастер-класс в древнейшем городе России. На этот раз они приехали с новой, более масштабной миссией. Абдуславом Гадисов предложил провести в Дербенте первый всероссийский турнир. По словам наставника юниорской сборной России, организация ежегодных соревнований придаст новый импульс развитию спорта в регионе. Из Сибири приедут сюда ребята, из Москвы. Здесь практически нет турниров, всероссийских турниров практически нет. И не то, что по вольной борьбе, ни по какой дисциплине. Вот я информацию собирал. Это будет, во-первых, для ребят стимул, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни. И также для людей, которые будут сюда приезжать, видеть, что здесь можно приехать с семьей, отдохнуть. Также для туристов тоже будет интересно. Я думаю, такое предложение у нас есть. Участвуя в престижных всероссийских и международных турнирах, выходцы из Дербента Даурен Куруглеев и Асадуа Лачинов уже не раз завоевывали заслуженные титулы. Теперь пришло время передать эту эстафету подрастающему поколению. Глава города Хизри Абакаров поддержал идею спортсменов и заверил, что в зале на базе Дю США номер 10 будут созданы все условия для проведения турниров. Кроме того, градоначальник ознакомил участников встречи с проектом нового дворца спорта. Строительство планирует начать к концу года. Здесь получается гостиница, здесь будет этот бассейн, она будет раздвижная, для спортсменов в самый раз. Здесь мы уже футбольные поля начали делать, футбольные, баскетбольные уже начали делать. У нас здесь еще где красота, где золотая века будет, ждем пока камня уже закончится. Там тоже спортивные площадки есть. У нас преимущества. Рядом гора многое, да, одно из преимуществ, что город исторический, что город многонациональный. И вкуснее еды нигде нет. Поэтому получается, да. В беседе также говорили о туристическом потенциале Дербента. Стороны были солидарны во мнении, что развитие спорта поможет привлечь в город новый поток туристов со всей России. Спортсмены, а также присутствовавшие на встрече общественные деятели поблагодарили Хизря Бакарова за поддержку и сделали ему памятный подарок. Мам Шамиль, мы знаем, 25 лет воевал, а нам хочется, чтобы вы дальше еще 25 лет работали во благо таргестанского народа. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент.